Жить в гармонии с природой – это возможный век современных технологий в большом городе. Мы радуемся весеннему солнцу, но замечаем еще резкие перепады температуры, жалуемся на метеочувствительность. Переходный период, межсезонье – это всегда непростой период для нашего здоровья. Особенно его переживают люди с хроническими заболеваниями. Как же настроиться на весну? Как скорректировать режим дня, питание, образ жизни, чтобы хорошо себя чувствовать? Мы будем говорить об этом сегодня. В студии у нас Елена Денисова, кандидат медицинских наук, врач-рефлексотерапевт медицинского центра ВИВЕ. Елена Вячеславовна, здравствуйте. Здравствуйте. Весна уже чувствуется, да, вот наше такое резкое потепление, уже весенний ветер, уже солнце греет по-другому. Но почему именно в весеннее время у людей с хроническими заболеваниями обостряются их состояния? С чем это связано? С точки зрения китайской медицины весна – это ян, все резко, сильно, да, то есть как бы начало чего-то. Поэтому, конечно, если у человека есть хронические заболевания, то именно они имеют такое весеннее-осеннее обострение, но чаще всего именно весеннее. Поэтому нужно просто заранее подготовиться к этому для того, чтобы встретить весну здоровыми. А вот подготовиться как? Ну, понятно, что в зависимости от того, какие заболевания у человека, но вот если дать, может быть, такие рекомендации более общие, как подготовиться вот к этому резкому янь? Да. Ну, я хочу сказать, мы же меняем одежду, да, то есть зимнюю вешаем в шкаф, а одеваем осеннюю, более прохладную, да, более комфортную. Более легкую, да. То есть также образ жизни мы должны поменять. Что должны поменять в образе жизни? Ну, прежде всего, мы должны уже пораньше вставать, да, то есть… Но сон у нас должен быть полноценный, то есть мы должны высыпаться, потому что именно во сне идет перезагрузка всех механизмов, гормонов, там, энзимов и всего остального. И именно полноценный сон позволяет нам проснуться утром бодрыми и более в ресурсе, как бы, себя чувствовать, да, поэтому это очень важно. Но вставать все-таки лучше пораньше. Долго в постели не лежать, да, вставать и начинать уже двигаться. Весна – это время года, когда нужно начать активно заниматься физической нагрузкой, но не сразу силовыми видами спорта, а именно теми видами, которые идут на растяжку, потому что весна – это время проблем связок, суставов, сухожилий и так далее. Поэтому очень аккуратно. Даже утром с постели я советую вставать медленно, да, то есть, может быть, даже в кровати какую-то суставную гимнастику и встать. А что в физической активности? Это йога, пилата, стречин, да. Просто растяжечка, да, просто суставная гимнастика. Это очень благоприятно будет для того, чтобы все просыпалось в нашем организме. Елена Вячеславовна, как меняется питание? Вот понятно, что нам и предпочтения у нас, да, кулинарные, пищевые, они меняются летом одни, зимой другие. Но вот сейчас весной, что хорошо? Все верно. Питание – это то, что мы едим, как говорится, да. Поэтому мы уже уменьшаем количество кислой еды. Вот именно кислый вкус, особенно ранней весной, он не полезен. Это вот эти квашеные наши, да? Квашеные капусты, ферментированные овощи и вообще все, что кислое, да, и, допустим, соленое. Но сейчас очень полезна курица. Вот куриный бульон с лапшой – это вообще считается идеальное блюдо это время. То есть оно теплое, да, то есть горячее. Очень полезна пшеница, полба, все, что из пшеницы – ячмень, овес, да. То есть вообще это самое лучшее время для каши, для вообще сухой еды. Вот к сухой еде относятся каши, крекеры какие-то, вот полезные печенья там и так далее. То есть вот только это время. Конечно, пить достаточное количество воды. Не забывайте о том, что нужно постоянно пить глоточками такую горяченькую воду. Это очень хорошо помогает организму и желчоотделению, да. Желчь лучше отделяется, а без пищи, когда мы пьем просто воду, позволяет навести, так сказать, порядок в кишечнике, да. Поэтому вот такую теплую водичку в течение дня прям каждые полчаса, два-три глоточка, не сразу кружку, но надо пить. А из овощей очень полезен сейчас зеленый лук. Его, в принципе, можно на кошке вырастить или купить. Но именно зеленый лук сейчас очень полезно добавлять во все блюда. Это витамины, и это такой острый вкус, который помогает, так сказать, наш организм взбодрить после зимней спятики. Ну, и он еще же обладает такими свойствами, как защита от микробов, да? Да, да, да. Это вот лук, чеснок, вот эти вот прямые. Именно зеленый, проростки всевозможные. Сейчас в магазинах полно микрозелени всевозможные. Тоже в пищу добавлять уже в готовую. То есть сейчас это очень полезно, да. Добавляет нам витаминов. Ирина Челановна, ну вот очень часто, ранняя весна, это сезон, мы говорим, простуд, да, доктора говорят, это сезон такой вирусных инфекций. Они зимой были, и вот как-то сейчас тоже. Почему? Мы как-то сильно радуемся первым солнечным лучам и раздеваемся быстро, да, неправильно одеваемся, да? Это точно. Что делаем не так? Знаете, в России же есть такая пословица, пришел марток, одевай стопорток. Март – это качели, сегодня плюс 6, завтра минус 6 и так далее. В течение дня меняется. Нам становится жарко, мы раздеваемся, и ветер, как главный патогенный фактор, ну, мы хабаровчане это четко ощущаем, у нас ветер так ветер, да, очень точки повреждают, которые находятся у нас на затылке, да? Некоторые ходят в область живота открыто, да? Ну да, первым делом мы снимаем шапки, и вот это место у нас становится действительно открытое. Шапку, если даже снимаете, главное, чтобы у вас был шарф. Шарф. Чтобы вот это место, место затылка было закрыто. Вот даже я знаю, что вот традиционно считается, что вот европейские жители, особенно французы, да, вот у них такой модный аксессуар – шарфик. И кажется, что вот они такие модные, а на самом деле они носят шарфики из-за того, что вот, ну… Конечно, чтобы не простывать. Да, ветер простывать, и вот вроде бы модные аксессуары, действительно, сейчас это тоже модно, и хорошо иметь бы такой теплый шарфик или косыночку, чтобы всегда она была у вас на шее. Елена Штанна, ну, у нас как-то весна очень быстрая, да, иногда бывает так, что сегодня еще в пуховике, а завтра туфли и босоножки, да, у нас это так, и это время, хочется его как-то и растянуть, и получить удовольствие. Я хочу у вас спросить несколько таких советов, как у рефлексотерапевта, да. Вот как чувствовать себя бодрее, как чувствовать себя как-то вот свежее, в тонусе? Есть ли какие-то способы? Как мы можем себе помочь? Конечно, есть. Весна именно в Хабаровске чем характерна? У нас очень маленькое межсезонье, правильно вы говорите? У нас раз сезон сменяется на другой. И это, ну, как бы такой вызов нашему организму в плане адаптации, да. Это все равно, что, ну, мы-то понимаем, что это такое, перелететь в другой часовой пояс, да. То есть мы всегда, у нас должна быть какой-то период адаптации. Как немножко сгладить эти нюансы? Но прежде всего правильно проснуться. То есть вы проснулись, не нужно сразу бежать, там, нужно потянуться хорошо, растереть мочки ушей, да, вообще все ухо немножко так, как на именинах, да. Сбодрить. Себя немножечко подергать, чтобы ушки у нас горели. И, во-вторых, очень важные точки находятся у нас на запястьях. С одной и с другой стороны. Можно просто вот так интенсивно растирать до ощущения тепла. И потом, конечно, ладошки на все. Вот это удивительно. Да, и новый день, он уже будет гораздо эффективнее, продуктивнее, вы будете чувствовать себя лучше. То есть вы для профилактики активизируете канал сердца, легких, головного мозга, тройного обогревателя, есть такое в китайском языке. Тройной обогреватель? Да, тройной обогреватель. Это спинной мозг, если с точки зрения западной медицины. Вот. Толстого кишечника и тонкого кишечника. Вот таким образом просто растираем. Можно три раза в день это делать, но утром обязательно. Вот, да, мы периодически рассказываем вам, вот, в принципе, суджог терапии, да, что принцип соответствия, да, что все наши точечки, которые соответствуют внутренним органам, они есть на ладошке. И вот даже вот такой, казалось бы, элементарный, ни к чему не обязывающий такой вот жест, да, такой, который, ну-ка начнем, да, ну-ка сейчас, сейчас, сейчас. Оно еще вот, даже сейчас я повторяю с вами, делаю его. И есть ощущение, ну, тепла и какого-то изменения в теле. Я думаю, что вот такая простая вещь, она, правда, помогает взбодриться и немножко включиться и прийти в себя. Высыпаться, немножко изменить питание в сторону свежей зелени, свежих овощей. Все-таки пока не раздеваться, утепляться, если мы даже снимаем головные уборы, то есть шарфик носим на шее, всегда имеем при себе в сумке, в случае чего надеваем. Ну, и все-таки хорошее настроение, стараемся себя радовать. Это обязательно, ведь весна, время обновления. Янская энергия, все быстро, да. Но мы не торопимся, но учитываем то, что сейчас действительно природа пробуждается, и будем пробуждаться вместе с ней. Лена Челан, большое вам спасибо. В студию у нас была Елена Денисова, кандидат медицинских наук, врач, рефлексотерапевт медицинского центра ВИВИ.